Последний вид эластичности спроса, который мы изучим подробнее, это перекрестная эластичность. Важно заметить, что ранее мы рассматривали один товар и воздействие на него изменение цены, доходов и рекламы вне контекста всего происходящего в окружающем мире. Теперь уже у нас есть пара взаимосвязанных товаров, и мы будем изучать, как изменение цены одного влияет на спрос на другой. Итак, перекрестная эластичность, обозначая nmεc, термин кросс обозначает перекрестная, равняется отношению процентного изменения спроса к процентному изменению цены другого товара. Мы уже говорили о том, что есть разные группы товаров. Большинство никак не связано друг с другом. Скажем, изменение цены хлеба совершенно не влияет на спрос на холодильнике. Подобные пары независимых товаров экономистам, конечно, не интересны. Будут же исследоваться пары, у которых есть что-то общее. Рассмотрим их подробнее. Первая группа – это товары-заменители. В переводной литературе они также часто называются субституты. Различные бренды, между которыми потребитель, осуществляет выбор. Если конкурент повышает цену, то часть его клиентов переходит к нам, и мы пользуемся неожиданным и приятным притоком покупателей, никак не связанным с нашим поведением. Напротив, серьезная распродажа у конкурента вдохновит наших лояльных покупателей попробовать что-то новое, а может быть и навсегда покинуть число наших клиентов. Спрос сократится. В обоих случаях числитель и знаменатель формулы оказывается одного знака, и перекрестная эластичность для товаров-заменителей принимает положительные значения, тем более высокие, чем ближе эти товары по своим характеристикам. Иной будет ситуация с дополняющими товарами или товарами-комплиментами, которые есть смысл приобретать только в комплекте. При увеличении цены одного товара, его начинают покупать меньше и одновременно сокращается спрос на другой товар. Напротив, снижение цены одного из комплиментов увеличивает продажи обоих. Цены и объемы в формуле меняются противонаправленно, и перекрестная эластичность оказывается отрицательной. Примерами часто приводят автомобили и бензин, смартфоны и аксессуары к нему, запчасти к определенной технике. Кстати, распространено мнение, что два товара являются товарами-заменителями или дополняющими товарами вне зависимости от того, на какой изменяется цена. То есть перекрестная эластичность товара X по товару Y будет равна перекрестной эластичности товара Y по товару X. Часто это действительно так. Например, если мы рассматриваем две модификации товара, то симметрия будет присутствовать. В то же время бывают и исключения. Причем речь идет не о небольших отличиях эластичности, а о значительном отклонении, вплоть до знака. Приведем пример. Пускай товаром X будет агрегат продуктов питания, а товаром Y – элитный коньяк. Что произойдет при повышении цены продуктов питания? Отказаться от них нельзя, поэтому траты потребителей возрастут. И на товары роскоши, в том числе и элитный коньяк, денег может просто не хватить. Рост цены одного товара приводит к сокращению потребления другого. Типичная ситуация с комплиментами. Коньяк является дополняющим товаром к продуктам питания. Тем не менее, дальнейшее повышение цены и так дорогого коньяка может вынудить потребителя от него отказаться, а освободившиеся средства потратить на продукты питания, среди которых, кстати, может быть коньяк только чуть менее элитный. Повышение цены одного товара приводит к росту спроса на другой. Продукты питания являются заменителями элитного коньяка. В завершение посмотрим, как несколько факторов одновременно могут влиять на спрос. Например, эластичность спроса на некоторый товар по цене равняется минус двум, а по доходу – полутора. Что произойдет, если одновременно с ростом доходов на 10% фирма осуществит 30% распродажу? Для решения данной задачи нам потребуется дважды использовать формулу эластичности. Эластичность – это отношение процентного изменения объема к процентному изменению цены. Минус два равняется проценту Q, деленное на минус 30. Процент Q равняется плюс 60%. Эластичность спроса по доходу – это процентное изменение спроса, деленное на процентное изменение дохода. Полтора равняется процент Q, деленное на 10% и процент Q равняется 15%. Таким образом, за счет понижения цены спрос вырос в 1,6 раза, а за счет повышения доходов еще в 1,15 раза. Итоговое увеличение составило 1,6 умножить на 1,15 – 1,84 раза. То есть объем продаж вырос на 84%.